В дальнее плавание отправили свердловские почтальоны. По рекам они доставляют продукты питания, конечно, посылки и письма в самые отдаленные населенные пункты области. Ксения Лукина выяснила, почему почтовикам приходится совмещать несколько профессий сразу. Здесь нет моряков, но в почтовом отделении поселка Гарри вовсю готовятся к дальнему плаванию. Коробки с продуктами и посылки почтальон Юрий Кость сначала грузит в машину, затем везет к реке. Единственная на весь север области «Надежда» уже готова к отплытию. В сегодняшнем маршруте всего две деревни, однако чтобы доставить жителям почту, уйдет целый день. По извилистым рекам, сначала по Тавде, а затем по Лозве, на этом катере нужно преодолеть 150 километров, и это только в один конец. Несколько часов по водному пути, и вот первая остановка. В Шабурово долгожданных гостей встречают на берегу. Весь поселок всего-то два десятка человек, и все пенсионеры. Пенсию здесь привыкли получать сразу товарами, тратить-то ее больше негде. Я на всю пенсию брал в тот раз, и в общем мне консервочки возят, все, что надо тут, ну и естественно, такое, что-нибудь из круп, там и мясных консервов. В общем, так-то кушать хватает, не обижаемся, ничего, спасибо почте. Купленные продукты шабуровцы уже сами несут домой. Запасов должно хватить на месяц, до следующего приезда Надежды, которая отправляется дальше. В пути Юрий Кость проводит больше 12 часов. Шутит, что он и почтальон, и продавец, и грузчик. Я думаю, простых работ не бывает. Ну, нормально, одним словом. С нетерпением ждут почтальона и в поселке Новый Вагель. Это второй пункт доставки. Населения здесь больше, чем в Шабурово. Однако и тут никаких благ цивилизации. У нас никто торговлей сейчас пока не занимается. Ну, в общем, кто занимался, они уехали в город, в общем, все такое по всяким причинам. Пока этим делом никто не занимается. Только одно единственное средство. Это почта. С доставкой на дом здесь привозят и почту, и еду, и одежду. Товар разгружают в мотоцикл и в несколько рейсов увозят в местное отделение почты. В Гаринском районе шесть деревень, куда летом добраться можно только по реке или по воздуху. За день налета было шесть часов, и облетали мы все свои отделения связи. А сейчас это занимает вот в течение месяца. Ну, первые десять дней месяца точно мы развозим пенсию, собираем отчеты, доставляем письменную корреспонденцию. Вертолет, посчитали на почте, обходится слишком дорого. Поэтому сейчас вся надежда жителей уральских глубинок на водный транспорт и почтальона Юрия, рабочая смена которого заканчивается в этот день уже далеко за полночь. Ксения Лукина, Александр Жанников, События ОТВ.